Сегодня 14 сентября 2014 года. Мы с братьями и сестрами едем на Благовестие в село Буканку. Кадниково. Кадниково, да? Кадниково. Вот, вон там Игнатий Иванович стоит на голубятне. У него свои голубятни любимые. Вот он оглядывает, смотрит. Вот загружает Вик Николаевич. Там Елена Анатольевна, Бурабаш. Привет, Стоп. Привет. Ванказник, высотник. Спасибо, Христос. На голубятни залез, на самые крышки. На основании-то покажи, какая голубятница. Да показано уже, показано. 9,60, скажи, 9,60. Выше телеграфного столба. Вас слышно. Вот так. О, такая. Кто желает, можете с нами ехать. Да. Аллилуйя. Слава Христа. Жатвы много, а делателей мало. Делателей во все времена не хватало. И тогда 12 апостолов, всего лишь 12, Иоанн Затаус говорит, заквасили всю вселенную. Какие же мы немощные, не можем даже близлежащие деревни проехать. Все, не хватает людей. Вот так. О, наши сестры идут. Покажи, как я лестнику снимаю. Да, Антон, пакет есть? Да. Давайте, друзья. Сейчас я приду к вам и покажи все. Покажи. 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 Сказала, что вы оставили 5 комплектов у нее, продать чтобы, но она все раздарила. Раздарила, я оставил дарить. Вот она все раздарила, все нормально. Это не комплекты, это отдельные новые заветы. Хорошим людям, говорит. На остров Крит, говорит, один комплект попал. На Крите один комплект. Ну, прекрасно. Сейчас там вот никак не заберет исправника от Шотландии и Ирландии оставила. Ты хотела по два? Да. Нет. Вот забу так и будет, нас же пятеро. Потому что мы играем за машиной, вот так вот пришлось менять маршрут, но мы все выполнили. Так, все, молимся. Боже всемогущий, слава тебе! Ты позволил нам расслышать голос твой. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Благослови, Господи, и это благовестническое путешествие в село Кадниково. Прибудь с нашими братьями и сестрами. Дай им дорога разговоры добрые, песнопения духовные. Только ты знаешь, где даст плод Слово Твое. И нас помилуй здесь провести занятия. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию! Умейте только быстро уезжать, когда простите. Спитя, слышишь? Да, ну все понятно. Качество такое. Простились, вопросы ответили, сели и сразу уезжайте. Все, Володенька, садитесь. Машина. Машина. Володя. Давай. Сидан, плиз. Сегодня это на 14 сентября 2014 года. Давайте еще два-три заезда и мы уезжаем в начале октября. Взяли сестры. Порта. Господи, благослови. Петерка. Застоят два часа возле сельсовета. Вот прекращение в вашей мировой библиотеке. В ней находится книга Инатия Кирмича Лапкинов. А Лапкин живой еще? Живой, слава богу. А вот есть выход в Интернет? Вот книжка, она хоть неправославная, но очень хорошая, читайте. Я давно ее знаю, когда организовываюсь. Ну все, с Богом. Молодец, молодец. Все, все, иди, иди. Субтитры сделал DimaTorzok Там, наверное, звонок или в окно постучись. Звонка-то нет? О, да, почтовый ящик нету нигде его. Вон он, почтовый ящик. Только там, посмотри, не провалится. Все, слава Богу. Дальше. Крикни, а то бабушка сейчас. С этой, с этой, с этой вон. Позови ее. Погодите, пожалуйста. Дмитрий Иванович. Мы православные христиане из поселка Потеряевка. Приглашаю сегодня о вас на беседу, которая состоится возле сельсовета. Вот приглашение в вашу местную библиотеку. В ней находятся книги Игнатия Тихоничева. В 2 часа? В 2 часа. Да, в 2 часа. У вас есть выход в интернет? Да я даже не в... У меня только муж занимается этим, я не знаю даже. Ну вот это так, сами. Может, дети у вас, которые есть выход в интернет, им отдадите? У меня дети, они очень умные. Они тот и другой. И дочь еще не такая. Ну все, ладно. Да, книжка, она хоть не православная, но очень хорошая, читаемая. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Можно вас на минуту? Ах! 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 Мир вам. Мы православные христиане из деревни Потеряевка. Сегодня в 2 часам к сельсовету приглашаем на беседу. Беседа будет о Боге, о спасении души и вечности. В 2 часа? Да, в 2 часа. И вот такое приглашение раздаваем. Мы вот несколько лет назад ездили по деревням и развозили православные книги. Угу. Здесь библиотеки, напоминать. Да, но, но. У вас выход в интернет есть? Нет. А у детей? Слушай, нет. Еду, да? Ну, они далеко живут, я даже не знаю. А, ну. Они в Казахстане. Ну ладно, приходите на беседу. В 2 часа? В 2 часа, да. Возле сельсовета. Возле сельсовета. С лобом. Спасибо. А кто вам разрешил меня снимать? Потому что это свободная сторона, насколько я знаю. По закону? Нет. Нет, без согласия вы не имеете права меня снимать. Я на вас заходу. Проходите на беседу. Задумайтесь, что у вас есть душе, а вечность. 24 галса. Елена, мы про основную пустую, где не потеряем. Я слышала. С вами думаете, что совету приглашаю на беседу. Беседа в Возле сельсовета, да, в Возле сельсовета. Вот приглашение. Ага. Что в вашей местной библиотеке мы несколько лет назад книги про вас привезли. На библиотеку или сельско-совете? Да. В Сельско-совете? Беседа вводит сельсовета, да. А, можно. А книги только напоминания, чтобы библиотеку. Ага. У вас тут давно есть? Да, у меня есть. Да, у меня есть. У нас здесь выход в Ютуб, у нас там свой канал. Более тысячи роликов различных. Очень получительный. И на форум. Форум здесь. И сайт. Все. Слова. Если звонка нет, он к окнам подойди. Просто чисто. Ут check-up. Как я напугалась Неожиданно, поэтому напугалась Мы православные христиане из поселка Потерялька Приглашаем сегодня вас на беседу В два часа, которая состоится в офисе совета Вот приглашение в вашу местную библиотеку В ней находятся книги Натя Тихонича Лапкина У вас есть выход в интернет? Да, у дочери есть Вот, это офсайт Там у нас канал на ютубе есть Я не понимаю, у меня дочь, я у дочери, а я в этом деле абсолютно нет Вот эта книжка, хоть не православная, но очень хорошая Давайте почитаем, спасибо До свидания Спасибо, до свидания Почтовые вещи проложены А в окно постучись, Лиза, вот сюда, вот сюда В доме, а то там они могут не услышать Там вся вторая дверь-то не услышана Ну и православные христиане из поселка Потеряевка Приглашаю сегодня в Афганистане Это приглашение в вашу местную библиотеку В ней находятся книги Натя Тихонича Лапкина У вас есть ли вы хотите помочь? Нет, но мы пользуемся Это книжка нам давали уже кто-то, мне и Библию давали Это несколько лет мы ездили тогда В том году, по-моему А, в том нет А там звонок, да? Здравствуйте, мы православные христиане из поселка Потеряевка Приглашаю сегодня вас на беседу Которая состоится в 2 часа клуб В 2 часа около Севсовета Это приглашение в вашу местную библиотеку В ней находятся книги Игнатия Тихоновича Лапкина У вас есть выход в интернет? Нет, у меня нет А у детей-то? Нет, нет Это книжка, она не православная, но очень хорошая Хорошо Главное, когда я сейчас все равно на работу не идти Я туда попросу, подойду До свидания Нету никого, да? Ну вот, приглашение оставь и перекрести его Там где-нибудь ставь А этого ящика нету Ну вот там где-то, да Это наша ученица Анфиса Устинова на благовестии Сегодня она не просто ученица наша Она ученица Иисуса Христа Правильно я говорю? Да Дальше идем по этой стороне А вот это магазин, да? Да, на выборах И только кого убирает Не Иисуса Христа явно Благовестие в селе Катниково Мир вам Ну православные верующие с поселка потеряете Куда, пожалуйста, выйдите Небольшое объявление Приглашаем на беседу на 2 часа дня Это собираемся около сельского совета Ваших 2 часа И дарим приглашение, пожалуйста И брошюрка «Почему я верю?» Она не православная, она очень хорошая У вас выхода в интернете нету? Нету Храни Господь, проходите на 2 часа Всего доброго Благовославные Приглашаем вас на беседу на 2 часа дня Около сельского совета собираемся Здесь у вас И дарим вам приглашение, брошюрку «Почему я верю?» Она не православная, но очень хорошая Вот по возможности приходите на 2 часа дня Господь призывает к покаянию Храни Господь и Матери Божией Слава Христу, Аллилуйя Всего доброго Всего доброго вам Грошей», Аллилуйя Всего доброго Всего доброго Хорошая коза Дереза, близко так не надо, со стороны сюда снимем, ну храни Господь, пришли мы, а близко не приходите, но ты за нами пойдешь, да? Многие сегодня картошку копают и нету многих куда-то уехали, но сегодня выборы, но главный выбор, надо выбрать Христа, вот мы людей призываем, вот на такие выборы, чтобы Христа выбрали, аллилуйя, вот наши сестры благовестницы, Елена Анатольевна, она и шофер, и благовестница успевает все, А там кто у нас, молодые сестры, они сегодня были ученицами Иисуса Христа, прячется одна скромно, садимся и едем к сельскому совету И вот пришли на беседу одна женщина, пока Вот такое случается, поэтому мы зовемся Христу, чтобы каждый человек сознательно уверовал во Христа, что Он мой Спаситель, лично мой, что за меня кровь свою причинает, Чистую пролезу, вот к этому и призываем всех, но, к сожалению, это всего Катниково, многие копают картошку, но это не от нас зависит, мы уже призываем, зовем, а как уж получится У нас воскресный день, потеряете никто не копает картошку, мы чтим, боимся Бога, чтим заповеди Его исполняем И седьмой день посвящаем Господу, сегодня мы были в храме, а после храма уже пообедали и быстрее на благовестие У нас стоит цель, чтобы как можно больше людей призвать ко Христу, чтобы каждый уверовал во Христа Для чего пришел Спаситель в мир? Я уже сказал, что Он взял на Себя вину всех людей, тех, которые и жили до нас, и сейчас живут, и после нас И когда Спаситель умирал на кресте, в этот момент стрела гнева Божия, как Иоанн Златоуст поясняет, пала на него, и он подставил свое тело, причистое тело, безгрешное тело, под Божий гнев, удар Божьего гнева Ведь Божья справедливость, она не могла так сделать, чтобы вы грешили люди, я просто вам так все прощаю, Бог никогда просто так никому ничего не прощает За то, что согрешили, кто-то должен был умереть, кто мог искупить грехи всего мира? Только Бог, поэтому Он посылает Своего единородного Сына на землю, чтобы это искупление произошло Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Вот в этом стихе, это Иоанна 3,16, когда мы Библию читали, Новый Завет, это Новый Завет, Евангелие Иоанна 3,16 В этом стихе как бы сконцентрирована вся Библия, называется Библия в миниатюре Собственно, Его достаточно для того, чтобы человек понял цель нашего приезда и цель вообще пришествия Христа Я еще раз повторю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Бог возлюбил мир и отдает Сына Своего возлюбленного, единственного, который является тоже Богом Не три Бога у нас, как мы пальцы слагаем, а единый Бог, но в трех лицах Иногда люди это не понимают, как мусульмане, говорят, вы многобожники Ну нет, вы не многобожники, просто они не понимают этого И вот Господь призывает всех к спасению, только нужно уверовать Он говорит, вот дело Божие, чтобы уверовали в того, кого Он послал А кого послал Он на землю? Христа Спасителя Он на Голгофе умирает за грехи всего мира и чудесным образом воскресает Об этом говорят апостол Павел и другие апостолы Что Христос умер на кресте, был погребен по Писанию и воскрес на третий день по Писанию И свидетелей было множество, он там называет около 500 человек, около 500 братьев, которые видели воскресшего Христа Воскресший Господь призывает к тому, чтобы мы веровали в Него Вас призывает в данный момент, мы приехали всего один человек У нас было такое уже, кажется, в Паново, несколько лет назад Приехали, один человек пришел И ради этого одного человека мы провели беседу Потому что душа, спасенная душа, она дороже всего мира Со всеми вот этими богатствами, золотом, серебром, алмазами и деньгами Это все мусор, он временный, это временная жизнь А люди гонятся за старостепенным, не понимая, что Спаситель дает величайший дар Дар прощения, дар вечной жизни После смерти будет у человека путь в ад или в рай В зависимости от того, как он провел свою жизнь Если веровал во Христа, исполнял заповеди Если в церкви находился Божий А вход через крещение в церковь Через истинное крещение Вот у нас как раз на сайте это все найдете И здесь у вас книги, в наших книгах все это отражено Что такое истинное крещение Как нужно правильно подготовиться к крещению Что такое крещение Ну и другие темы там затрагиваются Очень важные Покаяние, исповеди То есть это духовная пища, она необходима человеку Человек не задумывается Живет, выращивает картошку Дети растут, потом внуки Для чего, с какой целью Ну чтобы детей поднять Вот они и дети уже взрослые Вот внуков поднять И внуки выросли А потом уже и ноги не ходят в глаза Не видят, как сейчас И не в одном селе Что не видят И ничего не слышат До этого момента то нельзя тянуть Ныне, говорит Господь, когда услышите глаз Божий Не ожесточите сердец ваше То есть сейчас вот время благоприятное Открыть Писание, помолиться, почитать У Бога и спросить веры Вот этот величайший дар Вера Это есть осуществление ожидаемого Уверенности невидимого Мы не видим Бога, но мы уверены, что Он есть И написано, что без веры угодить Богу невозможно Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть И ищущим Его воздаёт Кто, как в народе говорят, кто ищет, тот всегда найдёт Так и здесь Кто ищет Бога, Христа Ищет спасение, путь спасения, тот находит его И Бог обращается к нему, к тому, кто ищет Бога Бог как бы навстречу идёт и протягивает свою руку Придите ко мне, говорите Все труждающиеся, обременённые Я успокою вас В наших книгах в библиотеке Вы не были в библиотеке? Не видели наши книги? Ну, не дошло В книге открытым оком Серия 30 томов Там найдёте вопросы и ответы на любую тему Это прежде всего, конечно, духовные темы О спасении души И другие там вопросы очень важные О семье, например Что такое Библия То есть на разные-разуме А также трёхтомное толкование Священного Песня Нового Завета Впервые за две тысячи лет три тома вышло толкование Это Блаженный Пестераль И Господь нам позволил издать К истинному православию Для Слова Божьего не пуст Это миссионер издавал Владимир Владимирович Он приезжал в тот раз, когда книги приводил Он провёл исповедническую жизнь Можно так сказать Исповедническую Во времена В советские времена В пяти тюрьмах идёт На распространение Слова Божьего На распространение артикула Тогда, в то время Когда артикулаж была Советская власть не позволяла распространять Он начитывал У него много было плёнок Потом изъяли эти плёнки Вот, то есть Жизнь очень удивительная Исповедника миссионера вверх Также там сборник стихов По священному писанию Вот такие книги И через эти книги Многие люди Поступают в свидетельство Со всей России Даже из-за рубежа А мы за рубежом Уже были распространены книги Многие люди Находили путь к Богу через эти книги Это не случайно Это всё Божий промысел Вас Господь сюда направил Может на суде Божьем Вы будете как бы сказать В обличении местным Что все могли прийти И оставить свои дела Вот эти вот Так скажем Мелкие дела Ну картошку копали Тысячу лет копали И пятьсот лет назад копали И будут копать до скончания века А чтобы духовно что-то копать Из священного писания Ну вот Вы пожелали этого услышать Теперь занимайтесь Книги есть Выходите в интернет На наш сайт Можете с вами там связаться То есть Заниматься нужно Постоянно Каждодневно Мы когда пищу принимаем На день Сколько раз мы это делаем Бывает по пять-шесть раз Люди такие Любители поесть Да Хотя это не норма А вот духовную пищу Чтобы принять Ну люди об этом не заботятся Зачем она Эта духовная пища Каждый своими Вот этими интересами Живёт А дальше уже эта черта Подходит Что переходит в вечность Человека Так вот эта черта Она Мы не знаем где она будет Под названием Смерть То есть итог нашей жизни Она в любой момент Может быть Человека что-то заболела Заснул Не проснулся Поехал на машине Там Известный он актёр Как-то дедюшка фамилия С семьёй разбился Ну такое видно Он в фильмах-то Известно снимался Всё Как неожиданно то всё Слава, деньги Почёт Всё Звание там какое-то Заслуженный народный Всё исчезает сразу И пред Богом Душа предстаёт То есть всё Неожиданно происходит И это может быть И с каждым из нас Никто из нас Не застрахован А вот Господь Нас сегодня собрал Вас сюда послал Это Господь побудил И Он Даёт возможность нам Чтобы мы познали Любовь Его Открыли Священное Писание Читали Изучать Ну вот Из То что я сказал Два слова запомните Христос и Библия Какие-то вопросы Может быть у вас У вас беседа здесь Можете Найти Послушать Духовный вопрос Какие-то есть у вас Нет От Библии Спасибо большое У нас были случаи даже Что вообще Никто не приедет Мы благодарим Бога И за это С нашей стороны Ну что могли Мы сделали Вот Наши ученицы Приехали Сегодня они ученицы Христа Сегодня ходили По домам Призывали Ну что бы Как вот по возможности Алионя в ходу Вам не дарили такие вот приглашения? Нет Мы тут уверяем Приглашали вас сюда на библиотеку Это приглашение в вашу библиотеку Мы уже несколько лет назад были у вас И вот Сейчас снова приехали Чтобы Возвестить о Христе Благую Весть И вот почему я верю Эта брошюрка не православная Но очень хорошая Мы почитаем Выход в интернет есть у вас? Нет Он нет, кто я не занимает Занимаетесь 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 Словом Божиим В вашей библиотеке Такое сокровище Люди не оценили его Там толкование Ну как? Я думаю, Бог всегда в душе И каждый верит Видите В душе В душе написано И бесы веруют Трепещут тоже Вера в душе Она не деятельна Она мертвая Это так в душе Почему? Потому что в душе Каждый человек сам по своему верит Поэтому живешься Молишься А вот молиться надо Так как Господь ученит По православному Что вера в душе Должна быть Искоренена Напрочь Нужно усадить Евангельскую веру Веру во Христа Видите В душе человек верит Вот Один протеорей Говорит Смирнов Он живет в Москве Если ты в душе веришь Теперь в душе Сходи в магазин Можешь дома сидеть И пошел в магазин В душе можешь ты там Сходить Пенсию получить То есть она не живая вера Надо деятельную веру Чтобы исполнять заповеди Божьи Вера без дел мертва Ну это уже знаете Знаете такие верующие Это уже вообще не святые Тогда Не понял Такие которые верят Они Ну как сказать Всем заповедям Подчиняются Это уже святые люди Мы освященные Благодатью Божьей А мы так не можем Мы все равно грешим Ну мы так же грешим Но мы возвещаем Благую вещь Чтобы как можно больше Людей ко Христу пришли Вот в вашей библиотеке книги С приглашением ознакомьтесь Ну ладно Приходите читайте Там Ответы на многочисленные вопросы Во славу Божию Спасибо вам большое Ну мы кратко помолимся И будем поедем На восток Вон и туда Слава тебе Господи За этот воскресный Зимный день Посей на нами Ты сам возрасти Господи Пролей милость свою На всех людей Которые Слышат благовестие Направи их к покаянию Ибо ты не желаешь Смерти грешника Посети Господи Нищих силов Одиноких Страждущих Болящих Гони мы за веру Томящихся в узах Темницах За слово Твое Милующих питающих нас Подающих нам милостыни Тебе за все хвала Слава Честь и поклонение Отец и Сын и Святой Дух Аминь 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 Ну просто так не уходите Вставай 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 Еще несколько в контроле Снимь И я потом тебя заменю Ты встанешь Чтобы тоже попало в кадр Становись Елизавета Елизавета Буду ездить Елизавета Буду ездить Рябин Красивый Вам бы и Евангелие взять Возьмите А посохи там Нет это ваше Достань ли оно там Достань Посохи тоже Да Красивая И Евангелие А Евангелие Вот Настоящая Благовестка Да Потом будете Если Бог даст Старушками Посмотрите Когда вы были молодые Евангелие несли Там в песне поется Чушь прекрасную Это по-мерзки А тут Евангелие несли Так Отлично Улыбайтесь Анфиса Что-то такая Строгая Как директор школы Во Еще разочек Ну еще кто желает Поехали дядя Володя Все поехали Другие села покорять Россия велика Нам отступать никак нельзя Нам нужно покорять Россию Благовестием Христовым